всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия сегодняшним видео я открываю посевную на 2021 сезон ну хотя у меня было уже видео о посеве семян там была эустома кстати говоря сейчас я вам ее покажу так я давненько ее не показывала но в принципе потому что она сидит в стаканчиках наращивает корневую систему эустомка растет и были у меня посевы пиларгонии они до сих пор у меня даже не распекированы потому что они до сих пор еще всходят есть совсем вон маленький всход так что вот он появился все на днях я буду вот эту плошку рассаживать уже у меня второй посев пиларгонии случился вот тут тоже уже всходы появляя появились так что в общем скорее всего буду делать это все одновременно но это эти посевы у меня были в прошлом году да я их сеяла давно ну а в этом сезоне у меня уже пошла посевная на будущий сезон и для реализации и для себя самой любимой сегодня у нас минус 30 дети сидят дома с 1 по 8 по 8 класс и на улочке светит солнышко вот на меня сейчас как раз направлено очень яркая солнечная погода но холодная и я начну показывать вам то что я уже посеяла и что у меня взошло и ну и конечно же сам процесс посева семян сегодня я хочу рассказать вам о посеве семян катарантуса почему я решила посеять его пораньше как и все остальные культуры которые вот у меня уже на нижнем стеллаже спущены с верхнего потому что в прошлом сезоне к моменту реализации эти культуры у меня даже еще не зацвели то есть я посмотрела в свой рассадный дневник очень поздно я высеяла некоторые культуры я решила в этом сезоне исключить эту ошибку и посеять пораньше чтобы у меня например кустик катарантуса как и все остальные другие был в цветущем состоянии чтобы мне не нужно было показывать или рассказывать людям что это будет очень красивые цветочки такого-то размера такой-то расцветки ну и поэтому я сделал спасела катарантус в этом сезоне пораньше катарантус в этом сезоне у меня будет аж в трех расцветках поэтому вот у меня две ложки одна здесь профессиональные семена ну а здесь семена от беллы двух видов поэтому вот они у меня посередине зубочисткой разделены посмотрите профессиональные семена от всходов семян от беллы в принципе не мне кажется не отличаются все выглядит хорошо ну а сейчас конечно же я вам расскажу в первую очередь о подготовке почвы ну и остановимся подробнее на приготовление грунта ведь от этого очень многое зависит зайдут ли у нас семена и вырастет ли у нас здоровая рассада пусть это будет лучше торфяной субстрат или торфос смесь или нейтрализированный торф перед вами сейчас у меня торф вот посмотрите как он рыхлый он воздушный он не черный он такого приятного коричневого цвета и посмотрите какая у него мелкая мелкая фракция лучше вам подстраховаться и подготовить инстектицид и фунгицид я уже не раз вам говорила что я использую актора и привикур инстектицид актора он у нас препятствует например распространению грибного комарика мошкары ну и в общем всяких жителей которые могут либо появиться либо возобновиться в грунте ну а привикур energy он у нас фунгицид он уже получается не дает развиваться каким-либо болезням грунте это и плесени и черные ножки и так далее дальше лучше всего вот в такой чистый торф не с этим на потому что он будет очень быстро пересыхать если у вас торфяной субстрат и составе указано что там добавлен и песок и перлит и вермикулит то конечно же вам вы себя уже спасли ничего добавлять не надо чистый торф я сеять не буду потому что он будет быстро пересыхать я приготовила перлит это для того чтобы не было плотного кома для того чтобы создавалась воздушная подушка вермикулит добавляю для того чтобы не как раз таки не пересыхал наш торф чтобы он забирал ненужную влагу ну и нужную влагу в свое время отдавал ну и добавлю еще природные инстектициди атомит садовый это уже идет универсальный почво улучшитель он также у него есть свойства инстектицида но и самое главное что он содержит кремниевые отложения диатомитовых водорослей и еще я приготовила песок его я добавлять не буду но на всякий случай он у меня либо для присыпки фунта либо вот после того как зайдут семена я буду присыпать песком каких частях я добавляю все эти ингредиенты 10 частей торфа и по стал красивый после перемешивания мой субстрат и сейчас я его пробуду проливать актарой с привикуром актарой я добавляю один грамм на один литр а привикура полтора миллилитра на один литр и проливаю весь получившийся уже субстрат дальше я конечно же сделала видео о посеве семян катарантус в этом сезоне у меня трех аж даже видов я в прошлом сезоне насмотрелась на любовалась на вот эти две расцветки тату папайя и black cherry очень красивая эффектная яркая расцветка катарантуса эти две расцветки у меня больше будут для себя ну и для разнообразия ассортимента а вот для реализации у меня профессиональные семя семена катарантуса серия винка бургунди hello расцветка ну посею я семена от былы потому что от биотехники написано что они еще свежие год урожая 20 поэтому они до следующего сезона у меня полежат посмотрите какая шикарная расцветка я вот эти специально биотехнику выложила чтобы вам показать вот это вот эту прелесть темная серединка и вот такая вот окантовка яркая будет у цветочка далее я приготовила плошку вот побольше здесь будет у меня 50 семян наполнила увлажненным уже моим приготовленным субстратом уплотнила почву сейчас сделаю бороздки и буду раскладывать семена катарантуса в бороздки семена у катарантуса довольно крупные единственная конечно проблема в том что семена темные практически из цвета грунта я посмотрела видео прошлого сезона где я советую что можно на дно бороздки насыпать песка для того чтобы было видно куда вы положили семечки потому что семечка еще раз повторюсь у катарантуса очень черная цвета почвы сейчас буду раскладывать семена в бороздки затем я увлажню семена теплой водой с добавлением циркона в этом сезоне вот посмотрела я больше советую цирконом увлажнять семена ну и присыплю тонким слоем грунта чтобы все таки катарантус легче сбрасывал свои свою шапочку черную посмотрите действительно очень удобно сеять катарантус на песок потому что вот ладно когда их там например 10 штучек то еще а если когда там сто или 50 высеиваешь то есть кладешь пинцетом или там ну кто вручную кто как и можно просто забыть где-то тут рядышком положил ее уже а на песок очень удобно очень удобно и в заключении все свои посевы я ставлю на верхний стеллаж своего рассадного стеллажа под подсветку сине-красного спектра здесь у меня температура 20-20 эту подсветку я не буду выключать течение двух недель теперь посмотрим как катарантус у нас с вами всходил ну что малюшка тихо 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 захотела запрыгнуть да будем проверять с тобой всходы сегодня пятый день от посева семян катарантуса вот показываю я вам вот этих космонавтиков в принципе всхожесть практически уже можно так сказать процентов 80-90 вот посередине рядочки вообще замечательные ну вот с краешку с этого слева да еще есть схожесть и здесь слева а справа практически уже все зашли так что всхожесть катарантуса на пятый день в моем случае выглядит именно вот так шляпок нет это меня радует в этом сезоне я с ними не мучаюсь хорошо что я присыпала все-таки катарантус вот вы видите тут вроде бы зашла может быть здесь вот я мало присыпала а так посмотрите каждый 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 у меня катарантус без шляпки еще и муська пришла вот вместе с малькой смотреть мои всходы они тут все делят этот плед пополам кто первый запрыгнет тот и главный теперь посмотрим с вами плошечку где катарантус посеян из семян от беллы посмотрите тут схожесть немного похуже но я думаю что это только начало я думаю что все остальные семена тоже взойдут потому что видно что еще они сходят он сколько там еще не взошедших петелек но тоже посмотрите я делала присыпку и все всходы без космонавтиков без шапочек без оболочки семенной так что делаю вывод что лучше все таки катарантус вот именно что для того чтобы он сбросил свою шапочку под землей а не мучился с ней наружи лучше все таки немного присыпать ну а теперь посмотрим на катарантус на восьмой день от посева семян но вот смотрите потянулся потянулся у меня катарантус к свету очень даже мне это не нравится вот вторая плошка здесь меньше тянется канта катарантус хотя посмотрите у меня какое расстояние лампы и она синий красный спектр стоит он у меня вот там опустила я пониже лампу да на не в некоторых плошках у меня есть даже уже цветение грунта от этого синего красного спектра вот здесь кстати его нет и катарантус потянулся ну ладно это ничего страшного я его потом заглублю аккуратно самое главное что всхожесть есть все замечательно все замечательно и здесь два вида посмотрите тоже все хорошо взошли мои солдатики катарантуса можно значит считать что получается с 5 по 8 день до от посева семян катарантус всходит сегодня вот если считать от момента посева семян 9 день вот так вот выглядит у меня плошки обе на появляются уже на некоторых кустиках первые настоящие листочки стоят у меня стоит у меня катарантус так как он теплолюбив на верхнем стеллаже под сине-красным спектром мы можем видеть что грунт кстати под сине-красным спектром начинает активно зеленеть но я не буду все равно убирать катарантус из-под этого сине-красного спектра потому что от него еще идет тепло до момента пикировки он у меня будет там стоять я сейчас сегодня вот уже сделаю рыхление в данный плод данный в этих ложках я ничего не делала кроме того что они у меня стояли под колпачком вот принципе можно его уже убрать потому что все мне кажется больше уже тут ждать нечего катарантус взошел тем более уже появляется первая пара настоящих листочков я думаю что можно подсыпать почвы если конечно есть возможность если вам не лень то можете катарантус заглубить я ну не знаю не буду зарекаться может быть я конечно возьму и заглублю его нужно отметить что еще раз повторюсь что катарантус он теплолюбив и для того чтобы вот он не тянулся поэтому я как можно ниже опустила сине-красную подсветку нужно все-таки обеспечить ему самый теплый уголок на рассадном стеллаже об этом я всегда говорила ну и конечно же повторяюсь а так в принципе как вы видите ничего сложного нет дальше мы я как только появится настоящий листочек распикирую свой катарантус это наверное будет скорее всего 200 миллилитровые стаканчики и будет ему счастье поставлю уже на обычную полку под обычную подсветку бахилки я уже сегодня убираю хватит держать под бахилкой тарантус у меня стоял под бахилкой с момента 7 посева семян до сегодняшнего дня и круглосуточно я держала подсветку но еще буду продолжать держать подсветку круглосуточно течение первых двух недель на всходы на все всходы на все посевы я держу подсветку круглосуточно у меня именно верхний стеллаж как бы подсвечивается 24 часа в сутки так что вот друзья показала вам посев и всходы красавцы катарантуса ну что ж друзья я буду заканчивать это видео если она вам понравилось не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх конечно же подпишитесь на мой канал чтобы быть в курсе моих новых видео моя коробочка с посевами семян пополнилась цветочками под названием катарантус ну а дальше в эту коробочку я буду опускать еще много-много пакетиков с семенами ну а чтобы не пропустить эти видео нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых видео всем крепкого здоровья всего вам доброго до новых встреч и до новых видео пока пока